За полчаса до осени. Я иду в школу. Морально и физически. Нам дают просто полет фантазии. На пороге знаний. Поговорить об этом с ребенком. Как подготовиться к первому сентября. Объединяются в одну ячейку, можно сказать, в семью. Что ждет вчерашних дошкольников? Не бояться показывать себя, лидировать. Первый учебный год. Очень волнительно отправлять ребенка в первый класс. Смотрите прямо сейчас. Мы настроены именно на высшее образование. Куда-то поступать дальше. Минск или Могилев. Вот что-то вот в этом районе. Я изначально люблю готовить, и поэтому пошел на повара. Все условия созданы для того, чтобы молодежь обучалась. Со стороны школы делается все возможное, необходимое для родителей. Воспитание детей это самых маленьких лет, наверное, с первых дней жизни. И к школе, что касается школы, нужно готовить их сразу, потому что детки приходят. Некоторые не умеют ни писать, ни читать. Ежегодно миллионы детей переступают порог школы впервые. Кудрявые девчонки с бантами, невыспавшиеся мальчишки в строгих костюмах идут на линейку, не подозревая, что их ждет в ближайшие 11 лет. В Бобруйске в 24-25 учебном году более 2,5 тысяч первоклашек сядут за парты. При этом в учебное заведение 1 сентября вернутся около 24 тысяч учащихся. В целом эмоциональный теплый контакт со стороны родителя – это лучшая помощь. Подготовка к учебному году – серьезный этап и для родителей, и для ребенка. Период приспособления малыша к условиям образовательного учреждения. Психологи называют адаптацией. Специалисты называют примерные сроки от пяти недель до семи месяцев. За это время дети должны привыкнуть к новым людям вокруг, принять регулярность уроков, систематизировать информацию. Прежде всего, родителям нужно подготовиться технически, по возможности поговорить об этом с ребенком, подготовить его психологически, что через неделю, через две начнется школа. По возможности посмотреть, все ли готово к школе, сходить, выбрать с ребенком какие-то вещи. Есть такая рекомендация, что можно предложить ребенку пожить уже в новом режиме дня. То есть не в каникулах побыть, а проснуться пораньше, какие-то дела поделать и так далее. То есть ребенка больше приближают к тому режиму, который его ждет с первого сентября. Признаки беспокойства накануне учебного года проявляют все дети. Это и капризы, которые иногда перерастают в нервный срыв и депрессия, из-за того, что многие не способны быстро переключиться на активную учебную деятельность. Ранние подъемы в школу, строгость учителя. Увы, но все это может привести ребенка к ощущению собственной ненужности. Если отношения не выстраиваются, либо выстраиваются не так качественно, как бы хотелось, то на 80% здесь вопрос к родителю. И здесь больше работа нацелена со стороны родителя для того, чтобы найти вот этот вот зыбкий мостик между своим поколением и поколением зумеров. В свою очередь Министерство образования в полной мере позаботилось об учениках. Издания постоянно обновляются. Понять содержание проще за счет подачи информации простым языком. С помощью грамотных педагогов, которые способны дать знания в формате игры. Появляются новые факультативы по интересам, возможности участия в различных проектах, конкурсах, олимпиадах. Буквально через несколько дней наши дети вернутся в учреждения образования. С 1 сентября в белорусских школах стартует ряд новшеств, которые касаются и организации процесса. Учреждения образования с радостью ожидают приход наших учащихся. На сегодняшний момент проведены ремонтные работы во всех учреждениях образования. Классы подготовлены, новая мебель, яркие красивые картинки ожидают наших ребят. Буквально два дня назад подведены итоги работы системы образования за прошлый учебный год. В том числе и с работой с молодежью. Расставлены акценты на следующий учебный год. В следующем учебном году мы, безусловно, делим особое внимание воспитанию подрастающего поколения. Влечем по всем направлениям воспитательной работы. Это и гражданское, и патриотическое воспитание. Это, безусловно, профилактика противоправного поведения. Специалисты весь прошлый год трудились не покладая рук, чтобы грамотно обновить рацион питания. И сейчас технологический сборник включает более 300 блюд. Для приготовления закуплено более 4,5 тысяч единиц технологического оборудования. 1100 поваров повысили свою квалификацию. С нового учебного года изменена учебная программа по ряду предметов. Безусловно, о всех новшествах уже доведено и учреждениям образования, и родителям. Важным направлением нашей деятельности является формирование классов профессиональной направленности. В следующем учебном году продолжат функционирование педагогические классы. В средней школе номер 30 и 4 классы аграрной направленности, классы военно-патриотического профиля, инженерные классы. Это востребованные классы. Спрос на них достаточно высок. Зачисление осуществлялось в рамках на конкурсной основе. Подъем и зарядка. Приучать ребенка к раннему утреннему подъему нужно постепенно. Такое плавное вхождение в новый ритм жизни поможет втянуться в учебный процесс. А физические нагрузки укрепят нервную систему. Завтрак и сборы. Собираться нужно с вечера. Только не берите обязанность на себя. Это забота ребенка. Чувство ответственности укрепляет самооценку. Утром обязателен завтрак. Сытный и сбалансированный. Министерством образования Республики Беларусь разработана и утверждена новая программа введения в школьную жизнь. В течение этого периода не проводится учебное занятие по математике, чтению, письму. Учитель проводит с детьми экскурсии, целевые прогулки, физкультурные занятия, развивающие игры. Уже через неделю в первый класс 34-й школы пойдет Артем Кулик. Родители уже приобрели форму, канцелярию, окружили малыша поддержкой и заботой. Я изу в школу. И я хочу хорошо заниматься. Я хочу, чтобы были хорошие оценки. Я хочу порадовать маму. Как и для любого родителя, очень волнительно отправлять ребенка в первый класс. Это своеобразная ступень его развития. В начальной школе закладывается база знаний ребенка. Первый учитель формирует личность ребенка. Наша задача родителей – помочь сопроводить ребенка, быть опорой как и для классного руководителя, так и для ребенка. Старшие классы вовсю готовятся перейти на новый этап жизни. Мечтают о поступлении в ВУЗ мечты, любимой работе, взрослой жизни. У каждого уже есть видение, кем бы хотелось быть и какие предметы стоит изучать углубленно. Школа меня научила быть общительным и открытым для людей, не бояться показывать себя, лидировать. Она мне дала возможность участвовать в различных проектах, мероприятиях. Также благодаря школе я узнала про технопарк и туда поступила. Я пробыла 21 день там и на учебной смене архитуры дизайна, что дало мне осознание, куда дальше поступать, мое ли это не мое. И так, соответственно, я определилась, что лучше пойти в 10 класс в профиль, чтобы изучать те предметы, которые мне нужно сразу сдавать. Я очень благодарна школе, моей 34-й школе, за то, что она дала мне много знаний, она помогла мне идти только вперед, ни в коем случае не останавливаться, работать усердно, ставить перед собой цели, идти к своим мечтам. И главное делать шаг, ведь каждый шаг продвигает меня к моим мечтам. Сейчас у меня несколько приоритетных направлений, однако решение я приму в период обучения, в 10 классе. Школа меня дарила лучшим другом, новыми общениями, коммуникацией, дала мне понятие того, кем я хочу стать в будущем. Я хочу выбрать IT-специальность по разработке веб-сайтов. Наблюдения за первоклассниками показали, социально-психологическая адаптация может проходить по-разному. Значительная часть детей осваивается в течение первых двух-трех месяцев. Ребенок привыкает к коллективу, ближе узнает одноклассников, приобретает друзей. В 2024-2025 учебном году в наше учреждение придет 398 учащихся. На первой ступени обучения сформировано 6 комплектов классов, с общим количеством учащихся 146 человек. Другим требуется больше времени. Они могут до конца первого полугодия предпочитать игровую деятельность учебной, но не сразу выполняют требования учителя, часто выясняют отношения со сверстниками неадекватными методами. Дерутся, капризничают, жалуются, плачут. У этих детей встречаются трудности и в усвоении программ. В этом году я в очередной раз принимаю первоклассников в этой замечательной школе, где так тепло, уютно по-домашнему. Но несмотря на это, у меня все время перед первым сентября волнение, переживания, какие придут дети, потому что они разные, у каждого свой характер, у каждого свои желания. Я иду в первый класс и хочу получать хорошие оценки, хочу найти хороших друзей. В этом году выпустилась с 11 класса наша старшая дочь, средняя дочь идет в пятый класс и сын идет в первый. И каждый раз для нас это, конечно, очень волнительно, потому что мы стараемся подготовить детей к школе, стараемся объяснить им, что их ждет, какие ожидания у них должны быть, создать им позитивный настрой. Обязательно стараемся привлечь их к подготовке в школе. Это тоже такая своеобразная адаптация. Они выбирают себе канцелярию, выбирают одежду. То есть они спокойно из каникул перетекают в эту школьную жизнь. В каждом классе есть примерно 14% школьников, у которых с значительным трудностям учебной работы прибавляются трудности болезненной и длительной адаптации. Такие дети отличаются негативными формами поведения, устойчивыми отрицательными эмоциями, нежеланием учиться и посещать школу. Часто с ними не хотят дружить, сотрудничать, что вызывает новую реакцию протеста. В целом проводится работа, во-первых, диагностическая, консультативная. Это консультации различной психологической диагностики, это коррекционная работа с получающимися по решению каких-то определенных проблем, как коррекция поведения, то есть поиск мотивации и прочее. Дети часто приходят в основном, ну, в зависимости от возраста. В младшие у них больше межличностные проблемы, проблемы общения и очень часто трудности именно в адаптации, особенно у новичков, которые переходят и переходные в первый класс, и переходные звенья с младшей, в среднюю школу. В более старшие у них уже появляются вопросы личного характера, выпускников очень часто интересуют именно вопросы, часто в профориентации. Учиться в новом году будут не только школьники, но и учащиеся колледжей. По 23 августа проходил прием документов для обучения на основе общего базового образования в торгово-экономический по квалификациям продавец-контролер-кассир, повар-кондитер и повар-официант. Срок обучения – 2 года и 10 месяцев. Также после 11 классов завершился набор группы по квалификациям продавец-контролер-кассир и повар. После обучения у нас в колледже можно к нам же поступить на уровень среднего специального образования, на специальность торговая деятельность и получить квалификацию товаровед. Всем учащимся выплачивается стипендия. Иногородним предоставляется общежитие. Для поступления необходима медицинская справка, 6 фотографий размеров 3х4 и заявление на имя руководителя. На каждой группе есть куратор, обычно два мастера. То есть ребятам будет кому обратиться, им есть кому помочь. То есть с любыми вопросами они обращаются к руководству группы. Бобруйский технологический колледж в этом году набирал ребят по двум интегрированным профессиям – швея-социальный работник, швея-портной и совершенно новая специальность – контролер материалов, изделий и лекал. У детей есть возможность более углубленно изучить профессию с разных сторон. Набирается количество учащихся 130 человек. Отбор идет по среднему баллу об образовании базовом, потому что мы набираем учеников после 9 классов. Помимо учебного процесса учащиеся колледжа могут пробовать свои силы в объединениях по интересам. Каждый может раскрыть свои таланты как в профессиональном, так и в творческом плане. Совместно с мастером производственного обучения студенты прошивают и отрабатывают коллекцию, в которой либо участвуют в мельнице моды, либо выступают волонтерами. Международного инклюзивного проекта «Цветные сны» там трудятся в качестве парикмахеров. К слову, в этом году учреждение образования впервые выступило со своей коллекцией. После линейка была подарена детскому дому. Для первого курса, которые только приехали, которые еще немножко побаиваются, для них как бы всегда идет сопровождение. Ну и, собственно, переходя к сопровождению, для первокурсников очень актуально. Это наши специалисты, педагог-психолог, педагог социальный, которые оказывают сопровождение в период адаптации, а также куратор. За три года ни куратор, ни мастер не меняются. Собственно, как взяли, так и до выпуска сопровождают детей. По вопросам, которые обращаются учащиеся к куратору, либо к мастеру, это начиная от социально-бытовых, в том числе процесс заселения в общежитии, процесс проживания в общежитии, и также это вплоть до личных вопросов, потому что, опять-таки, это коллектив, это куратор, который ежедневно видится с учащимися. Отличной альтернативой учебе стала школа дефиле. В ней учащиеся отшивают коллекции, а после учатся правильной походке, чтобы красиво презентовать свою работу. Активно в этом году работали студенческие отряды. В 24-м от колледжа 50 учащихся сформировали 5 отрядов. Закрепляется территория, за которой мы ухаживаем, памятники, памятные места, социально значимые объекты, где учащиеся наводят порядок, либо в течение года, либо в период летних каникул. Ирина Валуева учится по специальности техник-технолог швейного производства. Девушке с детства хотелось творить. За три года она пошила одежду для мамы и всех подружек. У нас есть конкурс, который проводится каждый год для новых учащихся. Это новая волна. И я принимала там участие для своей группы. Я полностью писала сценарий и продумывала, что у нас будет происходить. Куратор всегда идет навстречу. Я знаю, что наша староста всегда поможет мне. И есть учителя, которые благодаря своим словам многим привели уверенность в себе. И теперь нам не страшно учиться. Самыми актуальными специальностями на 24-й в механико-технологическом оказались монтаж и техническая эксплуатация оборудования и технология сварочного производства. Конкурс показал полтора и более человека на место. На уровень профтехнического прием шел в пять учебных групп. Наши ребята после окончания колледжа трудоустраиваются все 100%. Основные наши четыре базовых организации. Это ООО «Белшина», это Бобруйский «Громаж», ООО «Таим» и Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов. Я выбывал на экскурсии на ТЭЦ с предприятий. Очень понравилось, захотел стать теплоэнергетиком. Подал документы в колледж, приняли. И вот теперь буду учиться. Папа работает в этой сфере. Подумал, что будет так проще как-то. Если что, можно узнать, спросить. Папа всегда подскажет. Я учусь на теплоэнергетика. Выбрала это, потому что востребованная профессия, довольно-таки интересная. Мы долго выбирали с мамой. И в итоге выбрали это, потому что у меня брат работает в этом направлении. И как-то стало интересно, и тоже вот решила сюда. Новый коллектив вообще было несложно. Все очень добрые, всегда-всегда помогут, поддерживают, объясняют, если что-то тебе непонятно. Коллектив у нас очень хороший, дружный. Мне все нравится. В системе общего среднего образования сегодня обучаются 130,5 тысяч человек. Это почти 14% населения страны. Условия для ребят улучшаются на постоянной основе. Совершенствуются образовательные программы, саморазвиваются педагоги. Детям открыты большие возможности пробовать свои силы во всем. Успех поступления и комфортной жизни обеспечен. Буквально через несколько дней наши дети вернутся в учреждения образования. Мероприятия в рамках Дня знаний пройдут 2 сентября во всех учреждениях. За парты сядут более 24 тысяч ребят. Из них около 2,5 тысяч первоклассников. В наших учреждениях созданы абсолютно все условия для того, чтобы ребята развивались, обучались, работают, продолжат работу общественные организации БРПО, БРСМ. Наша задача привлечь как можно больше детей к активной деятельности, привлечь как можно больше наших учащихся к участию в социально значимых мероприятиях. Если отношения у ребенка внутри своей семьи, внутри своих родственников выстроены правильно и здорово, то у ребенка очень редко может возникнуть какие-то сложности в выстраивании отношений в этом социуме под названием школа. Потому что если ребенок очень конфликтный, если он замкнутый в своей семье, то у него те же самые сложности, но более ярко выраженные проявляются и в школе. Поэтому здесь опять же мы смотрим в семью, что происходит в семье. Для учащихся, которые проживают в общежитии, у нас здесь же в нашем корпусе на четвертом этаже находится общежитие. В этом году произведен полный ремонт, переклеили обои, то есть улучшили их условия проживания, перекрасили за лето. Где-то помогали дети, где-то с сотрудниками вместе. По всем комнатам наведен порядок, уже готовы комнаты к заселению. У нас для иногородних учащихся предоставляется общежитие для всех. Одно общежитие здесь у нас в корпусе, второе мы, собственно, арендуем. Но опять-таки для каждого учащегося предоставляется общежитие. В общежитии есть и воспитатель, и ночной дежурный. То есть учащиеся не остаются одни, особенно актуально для первого курса, которые только приехали. Ребята помимо образовательного процесса могут заниматься в объединениях по интересам, как технической направленности, так и театральный у нас есть кружок, хореографический. То есть помимо основных занятий у них также есть еще и факультативные занятия, тоже различные направленности. Поэтому все, что им захочется, все мы предлагаем. То есть с ними даже проведут опрос, то, что им интересно, и возможно даже под них будут создаваться какие-то объединения по интересам на новый учебный год. Продолжение следует...